Всем здравствуйте! Небольшая статистика по политическим каналам YouTube, вещающих на русском языке для русской аудитории. Собрано в двух файликах. Это у нас сейчас рассматриваться будет третий квартал 2021 года. Один файлик у нас табличка Excel, второй файлик графический. Начнем с таблички. Посмотрим, сколько у нас каналов вообще попало на мой обзор. Ну, дофига, да? 187... Ну, в общем, минус там сколько? Минус 2. 185 каналов где-то. Так, в общем, начнем с чего? Понятно, да? Это количество подписчиков в тысячах. То есть, это 9 миллионов 230 тысяч, для примера. Самый популярный канал политический, околополитический, близко к политическому. Как старался, добавлял. Если еще какие-то пожелания есть, какие-то каналы добавить, сразу говорю, говорите. Добавим. Эти файлики сюда попасть может любой. Ссылка в описании. Обязательно смотрите, заходите. Единственное, что вы не сможете сделать, пока к себе не скопируете, это сортировку. Сортировку вы у себя не сможете сделать, пока к себе не скопируете. Вот. Я же, разумеется, могу и все это дело покажу. Итак, сейчас отсортировано у нас, допустим, по 1 октября. 1 октября 2021 года. То есть, самый массовый канал, да? Самый немассовый внизу, самый популярный вверху, на котором больше всего подписано. Прирост за третий квартал мы можем посмотреть в абсолютных значениях этого канала, в относительных значениях. Что-то здесь, цвета какие-то, да? Непонятные. Здесь просто собрано топ-5 каналов, которые в абсолютном значении, пометил, светло-каким-то там зеленым цветом, да? Вот. Которые много-много подписчиков набрали за 3 месяца, за третий квартал. Вот это количество. Ну и здесь в относительных показателях, сколько они набрали подписчиков, тоже топ-5 выделил. Примечательно, что РБК побил, то есть, вошел в оба рекорда, оба рекорда взял. Был 1 миллион у него подписчиков, 1 миллион 90 тысяч стал, 1 миллион 350 тысяч подписчиков стало в третьем квартале. Вот такие вот пироги. Можно также здесь отсюда зайти на сам YouTube канал, или посмотреть его статистику на socialblade.com. Очень интересный сайтик, там как динамика развивалась, канал и все остальное. Очень много информации по каналам. То есть, можете также любой ткнуть, посмотреть. Ну, по цветам, я думаю, понятно. Синенькие, это которые проправительственные каналы, лояльные власти, да? Хейтеры, те, которые абсолютно нелояльные власти, там на канале дохрена чего именно негативного, прям с хейтом жестким власти. Правые, ну, разумеется, про правую повестку, левые про левую повестку. За капитализм, за правильный капитализм, правый капитализм, да? Левые, значит, за социализм. Все понятно, против капитализма. Вот такие вот дела. Ну, тут я не знаю, что тут интересного еще. Да, ну, разборы каждого канала. Можно посмотреть, какие нашел, воткнул, какие не нашел. Ребят, подсказывайте, дополню сюда, какой канал, если кто-то разобрал из ребят, то добавлю. Желательно из тех, кто уже в названии присутствует. То есть, не какой-нибудь там Вася Пупкин, у которого там два человека подписчиков, а вот реально, который популярный, уже проверенный народом канал. Все, на этом мы закончим. Давайте перейдем к графическому составляющему топ-100 каналов самых популярных на текущий день. Вот этот топ-100 я вынес на графическую составляющую, чтобы посмотреть, как это на самом деле... Так, что я загрузил-то не тот? Конечно же не тот. Вот же тот. Десятый месяц у нас, Господи. Вот, здесь у нас сортировка идет уже на политическом компасе. То есть, какой канал, к чему там больше склоняется, к какой идеологии и все такое прочее. Но тут все довольно конкретизировано и ненадежно, потому что сами владельцы каналов об этом, конечно же, не скажут. Для начала общую посмотрим схему. Давайте немножечко уменьшу размер. Так, для этого надо вот так сделать. Вот, то есть, разбито на какие-то там квадраты, да, большие у нас все это дело. Верхние квадраты, чем выше квадраты, тем авторитарнее власть представляется в глазах. Ну, идеальная, какая должна быть. Представляется в глазах блогеров или группы лиц, владеющих каналом. Не все каналы на одно лицо заточены. Ну, и чем, разумеется, ниже квадраты, тем демократичнее власть. То есть, тем больше людей должно стоять у власти. Примечательно, что тут всего один канал у меня попал. Потом увидим, какой именно. Самый-самый низ. Так, дальше. Чем левее, тем, разумеется, левее каналы. Логично. Чем правее, тем каналы, разумеется, правее. То есть, ближе к капитализму. Левый, ближе к социализму. Вот. Что такое социализм, капитализм, все такое вот это, прочее. Вот здесь вот можете зайти посмотреть. Тут все тоже ссылочка адекватная. Адекватная. Заходите, открываете, смотрите на ютубчике. Самое такое нейтральное повествование. То есть, что из себя, что представляет по философским концепциям. С перебором всех представителей основоположников того или иного течения. Так, теперь давайте разберем каждый квадрат, наверное, по отдельности. Что он из себя представляет. Ну, здесь цвета приблизительно те же, что мы видели до этого. То есть, лоялисты голубенькие. У меня позиция вся. То есть, левая, правая, зелененькие. Ну, и хейтеры, это все у меня вот коричневые. Ну, или какие там, какие коричневые? Это, конечно, серые. Первый квадрат, это у нас сплотиться вокруг сильного лидера. Да, помните, автократия. Власть в руках узкой группы лиц. И плановая экономика. Ну, это идеал, да, у нас идеал социализма. Плановая экономика. Пришли, все идеально. Вот. То есть, у нас здесь экономика и власть. Вид экономики и вид власти. Вот две строчки. Все. Из этого, в принципе, можно двухосную систему построить. Что я и сделал. На ней распределил каналы. Ну, и дальше все дело пошло уже попроще. Ну, другие каналы можете сами почитать. Точнее, другие квадранты. Квадраты. Можете сами почитать, что обозначают. Хотя, это не квадрат какой. Квадрат равносторонний, балбес. Вот. Ну, ладно, прямоугольники. Ладно. Так. Какие каналы, где стоят, поближе можете увеличить. Также на них отсюда же можете перейти. Все эти синенькие вот эти вот слова подчеркнутые. Это, значит, активная ссылка. Можно на сам канал перейти. Посмотреть канал. Размеры. Видите разные, да, размеры у кубиков? Цвета я уже рассказал, что значит. Ну, и выше тут написано. А размеры, что значит размеры? Это реальные, относительные размеры канала. То есть, по подписчикам. То есть, чем больше у канала подписчиков, тем шире влево-вправо, да. Чем шире сам прямоугольничек вот этот. Чем меньше подписчиков, тем, разумеется, уже прямоугольничек. Вот. Ну, например, дудь, да. У нас самый популярный. Где он тут спрятался? Вот он, дудь. Хрен спрятишься с такой, в общем, длиной. Самый длинный, вот на его фоне, посмотрите, как смотрятся другие каналы. Например, Собчак, да, канал там в сумме с другими каналами. То есть, даже, по-моему, не покроете, которые ниже стоят по размеру. Вот такая вот аудитория. Ну, то же самое официальный канал Россия-24. Довольно, ну, второе, по-моему, место, да, у него, как он идет. Длинненький, большой Соловьев. Не так хорошо смотрит, как Россия-24. А, шок! Не может быть. Ну, это интернет-канал, разумеется. Все чисто YouTube, ребята, смотрим. Дальше, что еще? Ну, разные описания здесь, типа теории, заговоры. Это понятно, да? То есть, что-то там, какая-то, там, не знаю. Короче, в шапочке, в фольге сидят все эти ребята у нас. Может быть, там, они считают, что это и так оно и есть. Ну, может быть, оно так и есть, хрен его знают. Но это вот теория такая бездоказательная. Хотя, может быть, они доказательства нам приведут когда-нибудь, когда все это случится. Так, год, вот это 2018, это год создания канала. Есть он не у всех, только у тех, у кого, по-моему, 1 миллион подписчиков набрано. Здесь, вверху, можно почитать. Год основания канала появился на тех, у кого 1 миллион уже есть. Да, аватарка у канала, если 5 миллионов набрал подписчиков. Ну, 5 миллионов тут вообще мало пока, кто набрал. На российском ютубе. Точнее, из российских ютуберов, да? Вот, ну, а года, в принципе, миллионники, каналы-миллионники, вот они. Видны их, у которых циферки есть. Вот, ну, у этого канала, разумеется, иконка. Есть, значит, 5-ти миллионник, ну, как идуть, к примеру. Дальше, что за стрелочки? Что за синяя стрелочка? Одна сюда, другая сюда. Это подписки, ребят. То есть, этот канал подписан на этот канал. То есть, это как посмотреть. Ну, то есть, мы можем перейти на этот канал. Вот, например, аудио статьи. И открыть каналы. Вот эту вкладочку. И там посмотреть, например, да, дебаты Хакасия. Вот они, дебаты Хакасия. На него подписаны. И обратная стрелочка тоже. Я убрал, раньше еще стрелочки были просто подписка. Оставил только взаимные. То есть, что он тоже на него подписан, да. То есть, дебаты Хакасия подписаны обратно на аудио статьи. Переходим сюда и смотрим в каналы, заходим. Аудио статьи. Где у нас? Вот они, аудио статьи. Всё. То есть взаимная подписка у каналов есть, я их оставляю. В этом квартале у нас одна взаимная подписка ушла. Это у нас Варламов подписан на редакцию, но редакция отписалась от Варламова. Редакция или RTVI, ну там в принципе одно и то же. Поэтому я их вместе держу. Да, кстати, если канал под другим, один под одним, то это в принципе либо один владелец, либо каналы там очень прям максимально близкие друг к другу. Там просто вот... Или один из другого произошёл. В общем, вот в этом плане. Ну, например, по Навальному, да, группа Навального. Все четыре канала представлены. О, сколько тут? Пять. Считать не умею. Ну, бывает. Вот. Эти два канала соединены у меня радио и настоящее... Радио Свобода в настоящее время, потому что экспонсирует одно и то же правительство. Или как? Один и тот же Конгресс. Конгресс США. Ну, это официальные данные. Это по Википедии. Заходите, смотрите. Спонсор канала. BBC, понятно. Великобритания спонсирует. Evernьюс Франция. Ну, и DW Германия. Вот. Это где базируется, например, канал. Просто если там США, Балтия. Может быть, спонсируют, мало ли. Так. Дальше. Что еще такого? А, в скобочках ПП, например. Это название партии какой-нибудь там. Где еще тут такое? В скобочках у меня есть. Сбер. Это Сбербанк. Контролирует ленту. Например, имеет больше процент акции. Ну, больше 50, да? Процент держатель ленты РУ. Это Сбер и Александр Мабут, разумеется. Владелец ленты. Все, что там в новостях показывают. Ну, в общем, понятно, откуда. Сегодня, как и НТВ, это владелец Газпрома. У нас там Росимущество владеет новостями на Первом канале. Удивительно, да? ВГТРК владеет Россией-24. Кто бы мог подумать. Ну, что тут еще такого интересного? Так, не знаю. Наверное, все рассказал вам более такое интересное. Канальчики вместе держатся. В принципе, одинаковые диалоги друг на друга подписаны. Логично. Тут не везде, правда, такое есть. Некоторые в разных прямоугольниках, как и квадрантах, обитают друг от друга. Ну, Эхо Москвы, например, да? С Юлией Латыниной. Ну, ничего бывает. Довольно близкие идеологии все равно представления. Опять же, говорю, это не все железобетонно. Если у вас есть какие-то возражения, обязательно напишите в комментариях. Рассмотрю внимательнейшим образом и подправим. Подправим. Справедливость будет восторжествована. Восторжествует, короче. Восторжествована. Слушай, я новое слово придумал. Прикольно. Ладно, на этом я закончу. Здесь можете тоже, разумеется, самостоятельно зайти. Все это дело посмотреть. И советую сразу здесь вот показать направляющие. Включаю, если хотите квадранты вот эти вот, чтобы открыты были. Хрен с ним, пусть квадранты будут. Я думаю, никто не против, да? Вот. Ну, а на этом я, наверное, закончу. Всем здоровья. Всем добра. Пальцы вверх. Пока-пока.